Село Фонтанка сползает в море. Единственный способ предотвратить катастрофу – берегоукрепительные работы. Инвестор есть, мешают коррумпированные чиновники и так называемые псевдопатриоты. С их согласия произошел рейдерский захват прибрежной полосы. Единственный в области двухкилометровый участок побережья, оставшийся свободным, может исчезнуть в море. В 2007 году дочерняя компания американской фирмы МакКенли получила у поселкового совета Фонтанки право аренды земли на 49 лет. Договор предусматривает берегоукрепительные работы, что создает условия для развития туристической инфраструктуры. В безопасности будет и существующая частная жилая застройка. Сегодня дома первой и второй линии под угрозой разрушения. Но работы по спасению берега не ведутся. На участок претендует новый хозяин – фирма Ривьера-2. Несмотря на действующий договор аренды, ее офис появился прямо на берегу. Рейдеры в лице бывших работников правоохранительных органов, заручившись поддержкой псевдопатриотических организаций, организовали рейдерский захват земельного участка. Рейдерский захват осуществляется путем использования поддельных документов украденной печати предприятия МакКенли. Субарендатор пообещал отдать участки земли на берегу организации участников боевых действий в Донбассе «Защитник». Спорное дело рассматривает хозяйственный суд. В день заседания под его окнами вырос еще один забор из автомобильных покрышек. Некие патриоты пришли поддержать рейдеров. Прозрачный намек судьям на возможные последствия их решения. А это уже можно расценивать как прямую угрозу. То есть они создали кооператив, называется «Захисник». Это участники боевых действий. Нам согласились в коммерческая структура предоставить участки ребятам возле самого моря. То есть это фонтанка, село Фонтанка. То есть по нашей информации судьи хотят сейчас коллегиально принять решение отменить передачу этой земли кооперативу. Ветеранам пообещали участки на чужой земле без согласия собственника поселкового совета Фонтанки. Да и строить в таком месте нельзя. Судебная тяжба может идти годами. А берег между тем разрушается. Последний опознень произошел недавно, после сильных дождей в конце лета, начале осени. Не нужно быть специалистом, чтобы понять степень опасности. По факту кражи печати, а также уставной документации дочернего предприятия «Маккенли», по факту незаконной передачи земельного участка с использованием поддельных документов, возбуждены уголовные дела. Хотелось попросить помощи у правоохранительных органов, органах прокуратуры, службы безопасности Украины и у губернатора Одесской области повлиять на ситуацию с целью недопущения рейдерского захвата земельного участка, а также передачи его в частные руки. Если суд и другие государственные органы не отреагируют вовремя, вскоре нечего будет спасать. К тому же хамское отношение к инвестору напрямую ударит по международному имиджу Украины. Александр Абиноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг».